А вы уже готовы одарить подарками друзей на Новый год? Если да, то значит вы уже решили проблему. Где взять денег столько, чтобы хватило на всех, и кому тогда не подарить, если не хватает? Купить или сделать подарок своими руками? Что подарить, чтобы было недорого и подошло? Что бы такое подарить самодельное, чтобы мне самой понравилось это делать или вязать? Если вы еще не задумывались, то самое время спохватиться, чтобы успеть. Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Избавись зальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Мы готовим новый совместник, на котором будем вязать оригинальную дизайнерскую подушку. Универсальный подарок – это одна или несколько подушек, выполненных техникой лоскутного вязания. Это вам не жаккард машинного вязания. Это кропотливая работа, которую оценит даже тот, кто сам не вяжет. Мы назвали этот мастер-класс по вязанию совместником, а не марафоном, так как изделие вяжется в три этапа, и особо разбивать его на фрагменты не получится. Тем более, что каждый следующий фрагмент надвязывается к предыдущему. Вязать такие изделия можно из любых остатков пряжи, но для клиента изделие будет выглядеть так, как будто это и была дизайнерская задумка. Конечно, важно, чтобы цвета сочетались и не вызывали ощущение, что это связано действительно из остатков. На этом мастер-классе вы научитесь вязать лоскутную мозаику, и по окончании сможете вязать этим узором шарфы, палантины, шапки, использовать как фрагмент в свитере или в платье, или создадите роскошный плед. Больше вас не будут пугать приемы лоскутного вязания, так как вы приобретете навык вязать быстро и со вкусом. В мастер-классе будет несколько неожиданных поворотов, которые вы сможете применить и получить подушку в нескольких вариациях. Подушка круглая, подушка восьмиугольная и, конечно же, стандартная квадратная подушка. Вы увидите несколько вариантов орнамента на основе одного узора. И также сможете превратить подушку в тайник. Это изделие вы можете вязать на любой вязальной машине, так как мы не применяем никакие дополнительные устройства, не входящие в стандартный комплект однофонтурной вязальной машины. Если вы хорошо вяжете кулирку и умеете пользоваться декером, у вас очень скоро будет первая замечательная подушка, выполненная в технике лоскутного вязания. Если вы еще не знакомы с лоскутным вязанием, то не получайте того удовольствия, которое получают вышивальщицы бисером, гладью или крестиком, когда узор пребывает незаметно. Такие размеренные и равномерные действия успокаивают. Повязал час и успокоился, отложил вязание на недельку и продолжил с того же места, когда снова нужно будет расслабиться. На фото одна из сторон подушки. И вы видите, что это не жаккард. На полотне нет протяжек, нет хвостиков, нет швов. Это цельное полотно, провязанное от центра. Ширина полотна ограничена лишь количеством игл машины. Но, с другой стороны, если надо больше, например, превратить в плед, есть возможность сшить полотно. Уровень вязания такого изделия начинающий. Если вы умеете набирать петли, работать с декером и при работе петли у вас не слетают, то такая подушка будет связана без проблем на любой вязальной машине, этот фрагмент вы сможете связать за 1,5-2 часа в зависимости от вашего уровня подготовки. Лоскутное вязание с лоскутным шитьем не сравнить, так как в шитье требуется большая точность стыковки углов и утомительная предварительная разметка, тогда как в вязании схематичная прорисовка узора и один промер деталей в процессе вязания. И, несмотря на такие вольности, мы получаем идеальное совпадение с эскизом. Лоскутное вязание комфортное, релаксационное творчество, не требующее постоянного контроля. Вязание идет в волшебной формуле и на самом деле выглядит сложнее, чем вяжется. Хотите узнать технологию? Приходите на совместник новогодний хоровод. Отчеты не обязательны, но, тем не менее, приз победителю сертификат 2000 рублей на оплату первого, второго или третьего курса по лоскутному вязанию. Присоединяйтесь и вяжите с нами. Ссылка на оплату находится под этим видео. Напоминаю, что после старта совместника стоимость мастер-класса многократно возрастет.